Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 23 октября. Житие и страдания святого апостола Иакова, брата Господни по плоти. Святой Иаков был сыном праведного Иосифа, которому была обручена Пречистая Дева. А от юности своей возлюбил он строгое житие. Николая не вкушал на различные браши, не употреблял ни масла, ни елея. Один только хлеб служил ему пищей. Даже никогда он не пил ни вина, ни другого, какого-либо хмельного напитка. Но утолял жажду водою. Не посещал он и бани. Словом, отвергал все, что доставляло телу удовольствие. На теле своем он постоянно носил грубую лосиницу. Все ночи посвящал он молитве, забываясь сном лишь на короткое время. А часто из земных поклонов кожа на коленях у него загрубела наподобие верблюжьей. Чистоту детства своего Яков соблюдал до конца своей жизни. Святой апостол Яков от самого рождения был назареем, то есть святом, посвященным Богу, давшим ему добровольный обет и строго воздержания от всякого вина, вообще крепких напитков, отстрижения волос и прочее. Обеты назарейства служили выражением чистоты и святости жизни, какая должна принадлежать всему народу израильскому, как народу Бога избранному и потому священному. О том, почему он назывался братом Божиим, дошло до нас такое предание. Когда отец его Иосиф разделял землю между своими детьми от первой жены, он захотел дать также некоторую частью Господу Иисусу Христу, родившемуся от причистой девок, обрученной Иосифу. Все сыновья Иосифа воспротивились этому желанию их отца. Один из Яков принял Иисуса Христа, тогда еще малого отрока, совместное владение своей частью, почему и стал называться братом Господним. Название это было дано Якову также и по следующему случаю. Когда Господь наш Иисус Христос воплотился и причистая дева Богородица бежала с ним в Египет, тогда и Яков бежал вместе с ними, сопутствует причистая Богородица и святому Иосифу, отцу своему. Когда Иисус Христос достиг совершеннолетнего возраста и учил народ о Царстве Божием, являя себя истинным Мессией, святой Яков уверовал в него и, внимая его божественному учению, еще сильнее воспламенился любовью к Богу и стал вести жизнь еще более строгую и благочестивую. И Господь особенно возлюбил святого Иакова. Так, после добровольного своего страдания и воскресения из мертвых, Христос явился особо от других апостолов, Якову, брату своему поплоти, как об этом упоминает апостол Павел, говоря, потом уже явился Якову, а затем всем апостолам. Видя праведное и богоугодное житие Якова, все нарекли Якова праведным, и он причем был к числу семидесяти апостолов. Ему была вверена новопросвещенная церковь Иерусалимская. Руководимый Святым Духом, Яков I составил и написал чин божественной литургии, которую затем сократили ради немощи человеческой сначала Василий Великий, а затем Янг Зотолуст. «Пося в Иерусалиме стадо Христово, святой многих иудеев еле над своим учением обратил к Богу и наставил на правый путь. От него осталось также соборное послание к двенадцати коленам Израилевам, источник воистину благодухновенного и душеполезного учения, коим украшается вся церковь Христова, поучаясь в вере и добрым делам. Все, не только верующие, но даже и неверные, относились к святому Якову с великим уважением и почтением за его добродетельную жизнь. Первосвященники, кои сами только раз в год входили во святая святых для совершения службы, не препятствовали праведнику входить туда и молиться. Видя чистоту его непорочной жизни, они даже и имя ему изменили, а именно стали именовать его «Обли» или «Офли», что значит «ограда утверждения людям», или же называли его «праведнейшим из всех». Часто не только днем, но даже и ночью Яков выходил во святая святых и здесь, падая низ со слезами, приносил Господу молиться за весь мир. Весь народ любил Якова ради его святости. Многие старейшие неудейских уверовали в учение, которое он проповедовал, и все наслаждались, слушая его. Много народа собиралось к нему, одни желая услышать его поучение, другие коснуться края его одежды. В это время архиереем иудейским сделался Анания. Анания – первосвященник еврейский, сын Меридея, получивший первосвященническое достоинство от Ира до Гриппа II, был упорным врагом христиан и вообще человеком дерзким, жестоким и несправедливым, и принадлежал к секте садукеев, отвергавших предание промыслу Божию, духовность и бессмертие души, бытие ангелов и утопавших в чувственных наслаждениях и пороках и земных интересах. Видя, что весь народ внимательно слушает учения Якова и многие обращаются ко Христу, Анания с книжниками и фарисеями из зависти к святому гневались на него и, затаив сердце в своем злобу, стали помышлять, как бы убить его. И сговорились они просить святого, чтобы он своим поучением отвратил людей от Христа. При этом они решили, если он не согласится сделать это, убить его. Между тем приближался праздник Пасхи, и множество народа стекалось отовсюду в Иерусалим, чтобы там встретить этот праздник. Тест про консул, избавивший апостола Павла от рук евреев и пославший его в Рим, тогда уже умер, а преемника ему еще не присылали из Рима. Воспользовавшись этим, книжники фарисея обратились в храме с такой просьбой к Якову. Умоляем тебя, праведный человек, чтобы ты в день праздника Пасхи, на который собралось отовсюду множество народа, произнес ему поучение. Убеди их, что они заблуждаются, считая Иисуса Сыном Божиим, и уговори их отказаться от ложного своего мнения. Мы все почитаем тебя, внимаем тебя, как и весь народ. Все мы твердо убеждены в том, что ты говоришь одну только истину и не взираешь на лица. Так уговори же народ, чтобы они не прельщались распятым Иисусом. Молим тебя, стань на высокой кровле храма, чтобы всем можно было видеть и слышать тебя, ибо на праздниках собралось, ты сам видишь, много людей, как из евреев, так и из других народов. После этих слов они развели его на крышу храма и громко закричали. «О, праведник, тебе все мы должны верить, народ этот заблуждается, последуя распятому Иисусу. Посему скажи нам, поистине, что думаешь сам ты о Христе?» На это святой ответил громким голосом. «Что спрашиваете вы меня о Сыне Человеческом, который добровольно потерпел страдания, был распят, погребен и на третий день воскрес из мертвых? Он и не сидит на небесах Одесну и Вышнего и снова придет на облаках небесных судить живых и мертвых». Слыша такое свидетельство Якова о Иисусе Христе, народ весьма возрадовался, и все в один голос воскликнули «Слава Богу! Асанна сыну Давидову!» Паристей же и книжники сказали «Неосмотрительно поступили мы, позволив Якову говорить о Иисусе, ибо народ пришел еще в большее смущение». «И вот в злобе и ярость они свергли с кровли храма Якова на страх всем, чтобы не верил народ словам святого». «И праведник прерстился!» — кричали они. Упав с крыши храма, Яков сильно разбился. Еле живой, праведник встал на колени и, подняв свои руки к небу, так молился. «Господи, отпусти им грех сей, ибо они не ведают, что творят». Паристей же стали бросать камни в святого, которые причиняли ему раны. Один человек из рода Рихао воскликнул «Остановитесь, что вы делаете! Праведник молится за вас, а вы побиваете его камнями!» В это время один человек с белильным вальком в руках бросился на святого и с такой силой ударил его по голове, что весь мозг вытек на землю. И в этом мучении Яков предал дух свой Господу. Святое тело его погребено было там же, около храма, причем верующие горько оплакивали праведника. В течение тридцати лет святой был епископом Иерусалимской церкви и на шестьдесят шестом году жизни пострадал за Христа, коемлся отцом и святым духом. Честь и слава вовеки веков! Аминь! Мученическая кончина апостола Якова последовала около шестьдесят третьего года по рождестве Христовым. Он скончался в престарелом возрасте. На месте кончини его и погребли над его могилой подле храма, и до серии стоит памятник. Посредство Оригена, церковного писателя третьего века, смерть Якова Праведного, случившаяся не за два года войны иудейской, произвела такое впечатление на иудеев, что следовавшие за ней бедствия, войны и разрушение Иерусалима почитались ими наказанием Божиим за убиение этого праведника. Субтитры создавал DimaTorzok